Всем привет, друзья! С вами Доминиров. Сегодня я расскажу вам, какие советы могу дать спустя 4000 часов трейда. Вот примерно так выглядит сейчас мой инвентарь, друзья. А тем, кто любит халяву прямо сейчас, поставь лайк, пиши айдишню в комментариях. Я разыграю промокод, голду, может быть дуэльку, что-нибудь, что будет интересно конкретно вам. Но обязательно смотреть видеоролик от начала до конца, потому что там будет кодовое слово. Это очень важно. В общем, касаемо трейда, что я могу рассказать? Какие ошибки совершают мои подписчики и не могут достигнуть никак результата в своем инвентаре? Во-первых, это рынок. То есть заходим сюда и видим эти прекрасные фейбл кейсы импайр. Короче, пацаны, вы просто скамите сами себя, покупая вот эти кейсы. Поверьте, эта штука азартная, она ужасно быстро высасывает всю вашу голоду. И как таковой дроп вы очень редко сможете получить. Ведь только если вы дикий везунчик. Поверьте, я открыл более, наверное, двух тысяч таких кейсов, трех тысяч таких кейсов. И мне мало что конкретно оттуда навыпадало. Поэтому, ребята, ни при каких обстоятельствах не тратьте свою голоду на кейсы. Только если они уходят на рынок. То есть, если мы заходим и видим здесь вот контейнеры и видим, ага, вот у нас оригин кейс. Те, кто покупал оригин кейс и оставил его до этого времени, сейчас сможет получить их 100 профит. Аналогично с другими кейсами. У нас также есть Трайвл, Скорпион, Фуриас, ну и дальнейший кейс, скорее всего, это будет Фейбл, ну либо Эмпайр. Опять же, голоду надо тратить с умом. Не вливайте ее в кейсы ни в коем случае. Второй совет. Не покупай себе кучу ножей. Многие такие, блин, ну вот сейчас у меня появилась голода, мне там на день рождения задонатили. Дай-ка я выкуплю там миллион тысяч ножей по 500-700 голды и все. Ну, во-первых, друзья, нет смысла вкладываться в нож, потому что он очень долго будет расти. Если вообще будет расти, как правило, они часто падают, часто прыгают в цене. То есть никакой стабильности, это самая страшная валюта, это ножи. То есть у меня были цички Хармони, да, вот они сейчас есть. Что-то я покупал за 85 тысяч голоды, сейчас они стоят 68 тысяч голоды. Ужасно падают в цене, поэтому, ребятки, никогда не покупайте себе кучу ножей. В любом случае, рано или поздно, они вас достанут. Лучше купить себе один-два ножа, которые вам нравятся. Не стремитесь брать себе какие-то ножи за 10, за 20, за 100 тысяч голоды. И они вам не нужны. Третье. Друзья, не пренебрегайте пас пропуском. Прости хаос коллекция, 270 уровней было. Вы могли за 30 дней железно получить для себя ножик. То есть, ну, опять же, только носителем и голд пасом. Но, тем не менее, голд пас стоит всего 500-600 рублей. Ребят, не донатьте на голду, лучше донатьте на пасы. Не покупайте себе уровни, если у вас нету миллион тысяч удачи и везения. Потому что у меня за 270 уровней вообще ничего толкового не выпало. То есть, я не окупился, это 100%. Порядка 15 тысяч ты вливаешь сюда, получаешь там, ну, дай бог, 5 тысяч. Дальше. Не покупайте себе просто крутые скины. Это такая же самая история, как и с ножами. Вы либо покупаете скин, который можно потом перетрейдить. То есть, посмотрите уроки трейда на моем канале. Который вы сможете перепродать в плюс, чтобы наклейки на нем были намного дороже. Либо это был инвестиционный скин. Не закупайте сейчас оружие. Закупите лучше себе наклеек, которые будут 100% расти. Я очень часто выкладываю видосы, где я говорю, какие наклейки, что нужно закупить. Где будет подъем, какая инвестиция сработает. Поэтому, пацаны, хватит ныть, хватит попрошайничать. Взяли, собрались и сделали. Ребятки, пятый совет. Это работа с серебром. Нам постоянно падает серебро. Вот, видимо, 26500 у меня сейчас на балансе. Почему я не открываю бокс? Здесь же есть арканы. И по-любому может быть да выпадет. Нифига подобного. Шанс того, что с бокса выпадет аркана 0,02%. Это практически ноль, ребята. Это невозможно. Очень редко. Один на миллион кейсов такое может случиться. У нас миллиона кейсов нет, да и скорее всего не случится. Зачем я коплю серебро? Копите серебро для того, чтобы когда вышел новый кейс и к нему вышел новый бокс, скины из этого бокса были намного дороже. Поверьте, я сейчас зайду на рынок, включу фильтр комонки-нкомонки и мы посмотрим. Так, наклейки переключить. Вот, мы видим, что 0,05 стоит сейчас из фейбл коллекции. Но, ребята, когда он вышел, он стоил 0,50. Он стоил одну голду. Соответственно, вы разом после того, как выйдет какая-то коллекция, закупаете на все серебро боксы, жестко открываете, сразу продаете. И вы просто охреневаете от того плюса, который вы только могли бы получить. Потому что на старте выхода скинов они всегда будут дороже, потому что их все захотят закупить, их не так еще много в игре. Цена другая. Поэтому копите серебро, ждите следующей коллекции. И шестой пункт, друзья. Не ведитесь на скам. Как бы банально это ни звучало, но я слышу это регулярно. Вот меня заскамил друг, вот я дал туда-то, вот я здесь открыл. Короче, ребята, есть банальные принципы, которые вам надо соблюдать. Первое, не переходите по ссылкам от неизвестных людей. Да даже от знакомых все равно лучше не переходить. Перепроверяйте, не вводите в этих ссылках логины и пароли, потому что это может быть фишинговый сайт, и вас заскамят. Не давайте никому свой логин и пароль. Даже самому лучшему другу, максимум. Вот прям вот 1% случаев, это если вы этого человека вживую знаете, вы его видите, вы его с ним всегда можете встретиться. Но все онлайн, друзья, которые у вас когда-либо есть, они могут вас в любой момент предать. Не сейчас, так через год. То есть нельзя никому доверять свои аккаунты никогда. Да, ни при каких обстоятельствах логин и пароль, это ваш логин и пароль, друзья. Это как ваш паспорт. Ни при каких обстоятельствах его давать не надо. И еще один пунктик к скаму. Не ведитесь на халяву, которую вам предоставляет огромное количество ютуберов. Все эти бусты, все эти прокачки, которые проводятся с логином и паролем, это все скам. Я провожу прокачки без логина и пароля, поэтому если ты хочешь участвовать, прямо сейчас лайк, найдешь мне в комментариях, будь активен, и я обязательно выберу тебя. Ну и финальный такой подпункт со звездочкой, то, что я говорил о кейсах, друзья. Когда вы открываете кейс, и вам выпадает ножик, и вы такие, о, сейчас как я его продам, и открою еще 17 таких кейсов. Это все фигня. Шанс того, что он вам выпадет еще раз, практически равен нулю. Поэтому я вам не рекомендую, если вам это дело выпало. Да, вы можете продать, но сразу инвестируйте в наклейки. Наклейки вырастут, и вы купите себе 4 таких ножа. Я отвечаю, я купил себе даггерсы, тычки даггерсы только на наклейках. Я продал часть наклеек и купил себе дуал даггерсы. Друзья, ну и это была первая часть советов для новичков, для новичков, трейдеров, спустя мои вот 4 тысячи часов, что я могу вам вкинуть, чтобы вы точно голоду свою не теряли. Если вам интересна такая рубрика, я вам расскажу о способах трейда, о моем опыте трейда, какие скины лучше всего закупать, на какие оружия их закупать, когда там лучше продавать голд пасс, покупая скины с голд пасса, наклейки и все прочее, прочее. Ребят, поддержите видеоролик лайком, напишите в комментариях, если я увижу, что вы покажете активность, я продолжу эту рубрику. Мне в целом не сложно, сложно только моему монтажеру все это перерезать. Всем огромное спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши одежды в комментариях и участвуй в конкурсе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok